И наши специалисты уже работают над этим, всячески стараются распознать лица, работать со свидетельствами тех очевидцев этих ужасных преступлений в Буче. И сейчас к нашему разговору подключается Руслан Болгов, специалист по кибербезопасности. Руслан, вам добрый день. Расскажите, пожалуйста, как будут искать военных преступников наши киберспециалисты? Ну, скажем так, практически уже каждый гражданин нашей страны, да и любой другой страны уже является таким экспертом. Вы видите, как быстро находятся любые физиономии, которые попадаются в наши лапы. Нам помогают другие страны. Например, мы видели, как белорусский Гаюн выложил контакты людей, которые пытались посылочки отправить. На следующий момент этот алгоритм работает уже давно. Вы все знаете, как в социальных сетях отмечается у вас на фотографиях. В других социальных сетях вы можете делать алгоритм поиска по определенным критериям. То есть берем обычную фотографию. Все мы знаем, как работает поисковик, особенно публичных людей. И он сразу сравнивает эту фотографию с другим лицом по определенным параметрам. Есть физиономия, есть расстояние между глазами, например, форма носа, форма лица и так далее. Есть более 80 признаков, по которым есть сопоставляющий фактор. Есть такая вещь, как называется FinFace. Она когда-то давно была. И эта программа взята у американцев. Алгоритм действия очень простой. На украинском пытаюсь переходить. Согласно этим параметрам мы сопоставляем лицо человека с камер наблюдения, с фото, откуда у нас она появилась, с теми фотографиями, которые есть либо в свободном доступе, либо в определенных базах. На сегодняшний момент самые большие базы открытого доступа – это у нас ВКонтакте для орков. В Фейсбук тоже большая база фотографий. Эти же Одноклассники, Твиттер, Линкейдинг и так далее. Это открытые базы фотографий, которые есть база данных с данными людей. И сопоставляя их, очень легко обнаружить того самого человека, который нам нужен. А дальше делать техники поднять информацию по нему. И предоставив всю эту информацию, сопоставив, что, например, А, этот человек находился в Буче, попал на камеры наблюдения, либо в камеру кого-либо. Б, этот человек находился, например, в своем городе. Есть фотографии, что он действительно этот человек. Мы сопоставляем две фотографии, делая сравнительный анализ, который можно потом как доказательную базу приложить к материалам дела для расследования данных военных преступлений. Да, Руслан, ну вот вы упомянули о том, что были выложены некоторые данные. Благодарим за это сотрудников курьерской службы СДЭК в Мозере, Беларусь. Да, напомню нашим зрителям, что они опубликовали данные о том, как более двух тонн вещей различных российские мародеры пытались... Ну, честно, это вообще какое-то безумие, даже не смотрев на камеры наблюдения, отправлять на территорию Украины. Там телевизоры, велосипеды, если я не ошибаюсь, даже детали от багажника автомобиля. Ну, то есть такое впечатление, что только землю, чернозем только не крали. Не только детали, это по информации от моих друзей, которые живут в Гуче, забрали детские игрушки, забрали женское белье нижнее, позабирали все. То, что могли... Ну, у меня просто в голове... Главное, я еще могу понять телевизор, я еще это могу. Но женские трусики и детский конструктор... Ну, возможно, тампоны им еще нужно было передать. Санкционная Россия, да, видимо, и этого уже не хватает. Тампоны, сахар. Да, Руслан, скажите, пожалуйста, я думаю, что мы это отдельно еще проговорим, эти кадры, на которых более трех часов видно, как абсолютно равнодушно к своему будущему наказанию российские преступники упаковывают, помогают друг другу делать распаковку этих вещей для дальнейшей отправки. Скажите, а у вас есть какое-то понимание, сколько человек будет найдено? Или сколько уже на данный момент найдено? Не только тех, которые отправляли краденые из украинских домов, а именно те, которые находились в Гуче? Я уверен в том, что мы найдем по максимальному всех. Во-первых, чтобы вы понимали, орки любят очень сильно хвастаться. Где-то в какой-то сети они уже где-то запостили. Все, что остается в сети, даже если вы это удалите, оно все равно останется там. А наши ребята вытаскивают информацию из кэша, вытаскивают сохраненных копий. Я тоже это достал информацию, это возможно найти. И по друзьям, вот, например, есть у нас один орг, который переправил ту или иную продукцию, либо где-то засветился. У него есть куча друзей в социальных сетях, даже если он страничку закроет, мы ее откроем, найдем. И по этой цепочке найдем всех остальных. Далее, в какой он части он служил? Можно поднять, сломать списки той части. Скорее всего, почти вся часть, с которой он был, и поехала в ту. Они не берут точечно одного человека, с одной части, с другой части. Они берут группу и кидают ее туда. Да, эти уже данные практически сейчас есть уже у нас. Главное, управление разведки. Ее уже обрабатывают. Вся эта информация есть, часть в открытом доступе. Ее тоже обрабатывают, потому что не забывайте, что может быть вариант и дезинформации иногда. Ее нужно всегда перепроверять. Для этого работают определенные структуры. Но найдем мы этих ублюдков всех, и о них всех притянем к ответственности. Сейчас вы уже видите, некоторые активисты начинают им прозванивать, объяснять практику политики. Уже есть такие видео интересные, приятно послушать. Поэтому не только белорусская компания, где они отправляли вещи, они засветились и на других возможных поездках. У нас также есть беспечное место, например, где могут засветиться камеры наружного наблюдения, городские, где также люди могут засветиться в какой-то момент. Кто-то где-то их сфотографировал, но пока боится выкладывать фотографии. Они периодически даже сами себя сдают. Насколько я понимаю, часть той техники, которая была вывезена в Россию, там пытаются восстановить пароли или какие-то свои пароли сделать. И владельцам этой техники на мейлы приходит сообщение о том, что вот в России сейчас пытаются зайти на ваш девайс. Сейчас уже мне начинают рассказывать о том, что это все подделка, потому что форма не рашистская. Это все снято постановочное видео. Уже начинают рассказывать про этот видео, который выложил Гаюн. То, что это все наша украинская постановка. Ну, мы все слышали Киеву, то, что он нес. То же самое они сейчас несут про это. У них, когда они не могут объяснить что-то, у них две вещи. Либо это постанова, либо это фейк. Все. У них других эмоций нет, и сразу переключаются. А вы нас 8 лет бельбили. Да, да, да. Потом появляются контраргументы, и вдруг российские пропагандисты теряют дар речи. Руслан, большое вам спасибо за комментарии. Надеемся, что все ответственные будут найдены и наказаны. Был Руслан Болгов, эксперт по кибербезопасности. Слушай, многие специалисты пытаются разобраться, вот откуда это, откуда насилие такого уровня.